Привет, друзья! Вы на канале Гриша Борща, и сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, а именно о той теме, о которой меня очень часто спрашивают, как же у меня получилось исправить свой перекос таза. Да, именно того таза, к которому крепятся наши ноги. В первую очередь я хочу сказать то, что в данном случае я буду рассказывать исключительно свой личный опыт. У меня была такая проблема, и у меня получилось ее исправить. Соответственно, я с вами просто поделюсь исключительно тем, что делал я и что помогло мне. В вашем конкретном случае, скорее всего, возможно, придется разбираться индивидуально, и не обязательно, что мой способ обязательно поможет вам. Для начала, наверное, стоит рассказать небольшую предысторию, а именно то, как же я заметил, что у меня есть перекос таза. Первое, что я начал замечать, это появление неприятных ощущений в одном из тазобедренных суставов при выполнении разных движений, в частности, приседа и тяги. Эти ощущения сопровождались потерей жесткого контроля над одной из ног. При выполнении движений нога начинала трястись, и я терял в ней стабильный контроль. И если еще в приседе я мог это контролировать, то в тяге это сопровождалось прям очень неприятными болевыми ощущениями. А учитывая, что мой соревновательный стиль тяги это сумо, это очень сильно сказывалось на самом движении. Ну и честно говоря, меня это уже начало немного напрягать. И потом, анализировав ситуацию, я вспомнил, что еще пару подготовок назад, после того, как я выступил на каких-то из соревнований, и у меня было межсезонье, в котором я какое-то время не тренировался, у меня была похожая проблема. То есть она активизировалась после того, как я потерял определенный мышечный тонус, после того, как соревнования закончились, и я отдыхал. Но в тот раз мне удалось достаточно быстро справиться с этой ситуацией, благодаря хорошему мануальщику, и главную роль сыграло то, что я был не на подготовке, и в принципе мое мясо было сильно не закрепочено, и со мной было легко работать. Ну давайте вернемся с вами ко второму появлению этой проблемы. Опять же, проанализировав ситуацию по прошествию времени, я пришел к выводу, что эта проблема активизировалась в тот момент, когда я очень долго тянул в разнохват. То есть в начале подготовки, когда все тяги выполнялись в лямках и прямым хватом, проблемы не возникало. Но после перехода к разнохвату ближе к соревнованиям, проблема появлялась вновь. И уже дошло до той степени, что проблему можно было разглядеть визуально, просто посмотрев, как я приседаю, и увидеть, когда я встаю, как у меня костится таз. И в тот момент ни мануальная терапия, ни какая-то работа с мясом уже не помогала. Кстати говоря, один из мануальных терапевтов говорил, что возможно эта проблема появляется из-за того, что у меня разная длина ног. И я даже пробовал подкладывать себе под одну из стоп стельку, но как потом оказалось, это было бесполезно и проблема не в этом. Тогда я буквально дотерпел до окончания подготовки, выступил на соревнованиях, ну а после у меня был достаточно большой перерыв. И когда я снова вернулся к своим тренировкам после перерыва, эта проблема начала вновь возвращаться. Но в этот раз я решил взять все в свои руки и попробовать справиться с этой проблемой, благодаря работе над мобильностью своих тазобедренных суставов. И что я только не делал, какие упражнения не пробовал, я делал монотонно, ежедневно, перед тренировками, после тренировок, в дни отдыха. Я пытался найти тот священный грааль, который поможет мне конкретно в моей проблеме. И в итоге, перепробовав уже все, что можно, я нашел то, что мне помогло. Достаточно простое упражнение, которое можно выполнять абсолютно везде, и для него не требуется какого-то особенного оборудования. Как же я понял, что именно оно мне помогло? И это было достаточно просто. Во время выполнения я чувствовал и слышал характерное прощелкивание тазобедренного сустава, которое становилось меньше по мере выполнения движения. Но чтобы дойти до состояния, когда тазобедренный сустав полностью уже не издавал никаких звуков и двигался свободно, приходилось делать это движение очень и очень долго. Буквально я мог потратить на один сет больше 20 минут. Я уже был просто весь в мыль, и это как будто была полноценная тренировка. И когда я понял и осознал, что это движение приносит мне результат, я стал его делать постоянно и везде. Дома, на тренировке, в разминке, после разминки, утром, вечером, неважно, после еды, перед едой. Я делал его просто постоянно. И по прошествии времени уже на каждой тренировке мне становилось все легче и легче выполнять мои обычные соревновательные движения, то есть тягу и присед, без каких-либо дискомфортных ощущений. И мой тазобедренный наконец-то стоит в нормальном, зафиксированном, хорошем для себя положении. И после этого я уже успел удачно выступить на соревнованиях, где опять же у меня не было никаких проблем с моим тазобедренным суставом, и я зафиксировал хороший для себя результат. Но еще раз повторюсь, что вы должны четко понимать, что то, что сработало для меня, не обязательно может сработать для вас. И я просто делюсь своим личным опытом. Но в любом случае, если вам понравилось это видео, если вдруг вы даже взяли что-то из него для себя, то обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, обязательно подписывайтесь на меня, если еще не подписаны. А мы, ребята, продолжаем, и впереди у нас еще много всего интересного.